эй люль эй люль не прикасайся ко мне держись подальше джунейт прости пожалуйста эй люль что это с тобой вчера после того как ты ушел пытались открыть дверь мою квартиру что кто-то пытался открыть дверь в мою квартиру я не знала что делать я очень испугался до утра не могла заснуть а потом я пришла сюда почему ты не сказала мне да это мне да откуда мне знать я постоянно тебе звоню конечно ты будешь мне звонить из-за бессмысленного случая не хотела тебя тревожить не знаю может мне просто показалось я не знаю но я очень испугалась доброе утро то есть вчера ночью кто-то пытался открыть дверь и в квартиру эй люль ну а внутрь они смогли интересно зайти нет ничего не случилось ты голодна что-нибудь покушаем и обсудим этот вопрос тунч пускай нам что-нибудь купят буре покча что-нибудь такое и эклеры пускай будут мы хорошенько позавтракаем сестра нормально все слушая понимаю ты злишься на меня но я не спросить тебя не смогу сделать звонила доктору да хватит уже закрою эту тему убери это с глаз долой не хочу видеть сестра пожалуйста слушай позвони сюда говорю тебе эта женщина обманывать нет никакого ребенка слушай хватит уже а ты так делаешь чтобы оправдаться после последнего раза но зря стараешься ничто не заставит забыть мне о том что ты сделал слушай чего ты не понимаешь я ведь стараюсь для тебя я разговаривала с секретарем будто я хандан и эта женщина сказала мне что я последний раз приходила две недели назад а когда ханта нам сказал что она беременна только недавно то есть как ты понимаешь она врет врет слушай хватит а это тогда что такое что это как она получила этот отчет вы сделала как-нибудь заказала или сама поделала хватит уже кадр слушай прочь глаз моих прочь ты я виновата что хотела тебе сделать доброе дело кто это такой урань доброе утро надеюсь я не разбудила нет могу войти любимый доброе утро я пришла слишком рано нет заходи мы собирались получить дату нашей свадьбы ты ведь не забыл нет не забыл все начать волнение не могла заснуть а как проснулась сразу решила прийти хорошо ты садись а я переоденусь а нет так лучше я выхожу увидимся абират поговори с адвокатом наргиз скоро документ будет компании назире назире да господин осман дверь вы меня позвали дверь открой я слушаю наргиз боже мой опять он весь на нервах добрый день добрый день прошу вас вы к кому я собиралась поговорить господин зухрой но а чем вы хотели поговорить господин зухрой назире чего кричит господин осман из-за двери он кричит сестра тут к тебе это госпожа пришла хочет оба что-то поговорить господа зухра я слушаю я принесла вам информацию фириде а фириде что происходит кто эта женщина но соседка назире с деревни все деревни то ничего хорошего сюда не придет не затягивайся там прошу вас поговорим внутри вот ту сторону мама ты сегодня рано хочешь я пойду тебе помогу бахар доченька я выхожу удачи мама мама но пожалуйста не надо так разок посмотри на меня мама пожалуйста разок посмотри мне в глаза сестра я выхожу куда ты опять собралась эту проблему я для вас создала я буду его исправлять что мама может успеть сделать из своих срочных дел я пойду убираться тот дом вот увидишь я сделаю так что вы простите меня бират вышел да он сказал что его нужно идти ладно я готов пойдем любимый ради всевышнего скажи мне ты правда неделю живешь здесь пошли так тебе не понравилось мне не понравилось да я не буду этого скрывать разве подавать себе это место раз уж домой ты не хочешь идти не надо противиться приходи ко мне но он большой с комфортным проживем там не здесь комфортно хондан давай закроем уже эту тему что будет если пойдешь ко мне и так у нас уже скоро будет свадьба не затягивай хондан пойдем а я хочу разместиться в отеле джинейт в том доме я себя уже не чувствую безопасностью который раз уже это повторяется какое-то лили что за глупости там хотя бы более безопасно а я тебе тогда зачем я не могу оставаться рядом с тобой джинейт ты живешь семьей и даже тунч не знает о том что между нами как я это объясню или об этом не думал 1 послушай я и себя я не хочу подставлять и ставить неловкое положение в одном из отелей с которым договорилась компания буду я жить и так у тебя было ужасное расставание поэтому неправильно будет если меня потащишь в дом своей семьи или вопрос перед исчерпан он исчерпан что мне нужно сделать чтобы объяснить это тебе послушай или джинейт извиняюсь я это оставлю и пойду не нужно выходить тунч а тебя скрывать мы не будем мы с илюли не только коллеги по работе то есть вы в отношениях до ну рассказываю госпожа как там ферри дм я у меня ребеночка наша на улице она там потеряла сознание прям на улице а что случилось что с ней приключилась пойти я не буду врать я не знаю что было за нашей сне встречи боже мой но сейчас не все нормально как она когда с ней разговаривал он сказал что с ней все нормально она нашла место для проживания постоянно нет это не так когда я нашла ее она была в отчаянии она вообще была не в себе пети на здоровье здоровья родченька эх дитя моя эх дитя моя да она была очень больна она так сильно кашляла везде у нее были раны госпожа минет кто-то был рядом с ней клянусь нет конечно если вот это был бы рядом с ней она была бы одна такая отчаянная согласно тому что она мне рассказала ее подставили и выкинули на улицу она все конечно прикрыто рассказала но это все что я знаю перед и сама захотела того что с ней приключилась мы ее поймали в постели с селимом что такое они что поссорились если до ферри что ли отправила не клюнуть не было никакого селима девочка была совсем одна перед и меня не отправляла я сама пришла госпожа зухра перед и говорила о вас но клянусь ничего плохого она не говорила я очень беспомощная ладно этого достаточно ничего по поводу перед и я слышать уже не желаю эта страница давно уже закрыты но раньше мы перед и очень сильно любили и береги ее но она придала нас и моего сына как это может быть она же девочка как ангел вы все пожалуйста идите но я пришла по поводу видите и больше не приходите мы с ферри ты уже никак не связаны сестра пожалуйста она нашла ее ужасном состоянии на улице сейчас же зима пожалуйста да ей некуда податься так и осталось на улице ну и я пожалуйста давай разок высушим ее а разве ферри не наш ребенок разве она не выросла у нас на руках чтобы не случилось все же она важна для нас верно бахар бахар посадим нас не слышишь кажется ты задумчива а мы с кемалем направлялись определиться с датой свадьбы боже боже дай мне сил пожалуйста бахар боже дай мне сил клянусь я удивилась увидев тебя сестра елдис прости я пришла ничего не сказав но я пришла поработать здесь не поняла вместо мамы я здесь буду работать чтобы вернуть долги нет кадр в жизни не позволю разве может такой быть ты должна заниматься уроками твоя мама значит ты пришла сюда нет не не смогла сказать сестра елдис мама на меня не смотрит даже в лицо мне не смотрит но я сделаю так что она меня простит здесь я буду работать чтобы исправить ошибку елдис можно тебя хорошо дорогой ты проходи развлекайся клянусь ты даже не знаешь как я рад же нейт ну то есть после фирды я не был уверен что ты так с легкостью сможешь кого-то полюбить но конечно это ведь сложные дела но то есть найти того кто заменит место тунч но прости вы простите сейчас ведь совсем не время да ну ладно как давно вы вместе помнишь мы с тобой здесь пили в ту ночь я отправил скейли то что ты сказал оказалось правдой хотя не нужно было ничего говорить чтобы я заметил ее но ты все облегчил боже я еще раз тебя поздравляю кузен после фирды ты вновь смог найти себе хорошую девушку ну какое вы приняли решение где будет жить эйлюль я отведу их себе этим вечером я поговорю с отцом наверное ты будешь в это время рядом с нами да конечно с удовольствием да я не знал о камерах нет как хорошо что выкинул меня из дома даже объяснить я не могу я сразу нашла для себя безопасное место не забывай что с фириде случилось том доме это потому что она была тупой но я даже тебя могу обломать и обыграть ну да ладно ты что шайтан я был ангелом который искал сестру свою благодаря тебе превратил шайтана джонейт не всегда будет рядом с тобой я эти твои крылья ангельские переломаю я тебя отправлю обратно в ту помойку с которой ты пришла меня пускай будет слегка разбавленный джонейт дорогой ты хочешь чаю тоже тут нам принесет чай на это же буду немного разбавлен окей наргиз отнеси к ним в кабине это две чашечки чая сестра зухре почему ты так делаешь совсем что ли не переживаешь за не может пойдем увидим быстренько и вернемся господин осман я выхожу хорошо господин осман не затягивайте эту встречу пойдем увидим ее она же в отчаянии видишь я не хочу вмешиваться но будет лучше если вы придете что с ней только не случилось и еще и машина сбила чего ничего серьезного не большие травмы но на самом деле болезни и уже замучили она так сильно кашляет кажется будто она печень вы кашляет просто и много дней она ничего не ела когда я нашла ее она совсем была без сил рядом с ней должен был быть селим он не искал не спрашивал клянусь не селим никто бы то ни был другой никого не было когда я нашла ее она была абсолютно одна педняжка дрожала как листочек но я не смогла не оставить там взяла тыла и домой занялась и жизнь эта штука дорогая а я одна совсем живу все эти затраты на доктора на капельницы лекарства это все это все ну боже мой мне уже даже не осталось денег чтобы купить лекарства ладно вы не думайте об этом сестра зухры мне несколько курушей отложено если не мы не отправимся к ней дадим пускай женщина отнесет что скажешь не знаю на сети дорогая мы вот только получили дату свадьбы будет через две недели я сейчас поду трубку потом позвоню и поговорим увидимся целую не могу поверить что через две недели я стану твоей женой кемаль андон козан ну как тебе не подошла новая фамилия верно ну мы не будем друг друга поздравлять я не могу поверить то что ты делаешь хондон как ты можешь делать и что ничего не было ты что все еще думаю что этот брак будет настоящий правда любимый но у нас же правда будет свадьба это будет брак формальный хондон не забывай этого не вздумай ничего я все же гордо буду носить свою новую фамилию сожалению я не смогу то же самое сказать чего да ничего вот видишь кемаль твоя злость пройдет я тебя сделаю очень счастливым ты никак не хочешь понимать да конечно это свадьба стала твоей новой игрушкой послушай хондон ты возможно можешь быть счастливый но я никогда не буду и заруби себе на носу я люблю бахар что случилось ребенок кажется пленаться начал андон это у ребенка даже двух месяцев нет вот один целый пять тысяч снялась счет а куда потратила я тебе скажу но что но и лыс дело не в деньгах просто почему ты не сказав мне сняла столько денег мне правда интересно ладно вырыжи расскажу хватит на меня кричать у кадр был долг она была сложной ситуации поэтому я расплатилась что какая тебе разница до долгов чужих людей фирма на ее обманули и и надурили и она оказалась салжена ростовщику ростовщику ты же знаешь я в ту ночь нашла ее просто на земле ночью ее извили она была в ужасном состоянии что я должна была сделать мы отправились я расплатилась и разобралась ты понимаешь как ты рисковала елды за а если бы с тобой что-то тоже случилось я знаю фирма но она была в ужасном сцене она была беспомощна за людей которых ты не знаешь нас будут проблемы послушай меня ты больше так никогда не будешь делать ясно не для других людей не для этой девушки и к тому же чего ты с ними все еще связываешься а если отец узнает значит что будет прости отец я немного опоздал ничего страшного новое наследство откуда это взялось что происходит отец читай дядя новая коллекция мебели которые мы подготовили для отеля nost оставь здесь потом обсудим хорошо наргиз что-то внутри происходит я не знаю утром пришли адвокаты господин усман будет наследство менять как-никак ты как брат его сыну ты тоже вложил огромные труды в эту компанию но кто знает не Fortу но не 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 UT